В нашей семейной собственности имеется здесь гаражный бокс 25-17. В 2002 году мы его приобрели, и поэтому имеем к этому отношение. В определенный момент времени, как бывший военнослужащий, познакомился с Бойко Виталием Петровичем. И вот в 2013 году он ко мне обратился за помощью, поскольку я на любительских, так сказать, основаниях занимаюсь юриспруденцией. И он попросил помочь в данном отношении, что здесь возникла проблема у него лично, которая касалась, в общем-то, которая проистекает из проблем, можно сказать, всех кооперативов, общественных организаций Украины, которыми, в принципе, не урегулированы определенные правоотношения. Вот из этого возникло. Давайте теперь о проблеме. Что произошло с самого начала? Ну, давайте так. Проблема в чем заключается? Я сразу немного вперед забегу, что когда-то на заре становления независимости в Верховный Совет выборы тоже должны были иметь определенную квоту прихода избирателей. И вот был главой Ватутинской райдерш-администрации такой Макроусов, который трижды избирался, трижды избирался, и все, не было кворума, не было кворума, его никак не могли избрать. И потом я это наблюдал, что в закон внесли изменения, что вот сколько избирателей пришло, и выборы являются состоявшимися. А вот почему-то в общественных организациях, таких, ну, не акционерных обществах, акционерное общество и хозяйственное общество, четко регламентирована процедура проведения общих собраний. Там могут быть представители, там доверенности, там обязательно реестр и так далее. А вот кооперативы, дачные товарищества, колхозы, законом установлена норма 50% плюс один голос. А как реально провести общее собрание, ну, допустим, в данном кооперативе, 1093 гаражных бокса. И встал вопрос, как провести общее собрание. И именно из этой проблемы и возникло, что обращается ко мне Бойко и говорит, вот меня хотят исключить из членов товарищества. Вот с этого и началось. А где вообще эта инициатива? Как она появилась? Ну, давайте так. Для того, чтобы, это мы немного перескочим проблему. В чем лично возникла проблема у Бойко? Проблема у Бойко возникла только лишь в том, что он стал собственником объекта недвижимости на территории этого кооператива. Это он является собственником части в СТО, части в красном здании, части в некоторых помещениях. И, насколько я понимаю, что кто-то заказал у него это все отнять. И нашлись люди, которые взялись за это дело путем исключения его из товарищества и ревизии тех правоотношений, в результате которых он стал собственником. Просто кто-то поставил себе за задачу пересмотреть процедуру, когда и как он стал собственником, чтобы это у него отнять. Кто эти люди, которые занялись этим вопросом? Я вижу этих людей троих. Это Макуха Владимир Николаевич, это Семенюк Владимир Иванович и Пруткой Владимир Григорьевич. То есть это они выступили инициаторами, они постоянно это дело будоражат. И вот уже скоро будет пять лет, как эта ситуация никаким образом не останавливается. А они кто такие, эти трое, которые вы назвали? Ну, давайте так. Они, во-первых, являются владельцами гаражных боксов здесь. Они претендуют на звание члена кооператива. Макуха Владимир Григорьевич, это бывший священник. Он был, я не знаю, как правильно у них это должности называются, но он, вот этот, наша церковь на Троещине, он здесь батюшкой руководил. А Семенюк и Пруткой, это бывшие работники правоохранительных органов, бывшие милиционеры. Хорошо, вы сказали, что они себя считают членами кооператива. Они не являются членами? А вот здесь, как говорится, наша проблема и заключается. Почему? Потому что фокус в игре слов. Они говорят так, что вот, согласно устава 97-го года и закона, членам кооператива, может быть, лицо, достигшее там 16 лет, признающее устав и имеющее транспортное средство. И говорят, мы по всем критериям подпадаем под членство. А я им говорю, а я по всем критериям подпадаю под статус президента Украины. Но, говорю, для того, чтобы стать президентом Украины, я должен пройти определенную процедуру, а потом мне должны вручить посвящение президента Украины. Говорю, вот если вы говорите, что вы члены, пожалуйста, покажите, что вы прошли процедуру и что вы имеете посвящение. А какая вообще процедура приема? Ну, смотрите, то, что касается кооперативов, надо разделить на два периода. Первый период – это когда еще в СССР был принят закон про кооперацию в СССР, это 87-й год. И с 1988 года по 2003 год вся кооперативная деятельность регламентировалась тем законом. В 2003 году приняли закон о кооперации в Украине. Ну, закон Украины про кооперацию. То есть, вот есть водораздел. Один по советскому закону, другой по украинскому закону. Советский закон, он был, в принципе, ни о чем. Там, любим Родину, любим партию и так далее, 5-е, 10-е. Ничего конкретного. Но, было одно но, что решение о принятии в члены является исключительной компетенцией общего собрания. Поэтому, они говорят так, тот же самый Макуха говорит, что я стал членом кооператива еще в 97-м году. Я говорю, хорошо, покажите решение общего собрания, что вас приняли. С 2003 года прописали процедуру, что нужно подать заявление, нужно уплатить вступной взнос, нужно внести поевой взнос, нужно, чтобы либо голова кооператива, либо правление приняли решение о приеме. Нужно, чтобы общее собрание утвердило это решение. И должен быть реестр и выдано посвящение. То есть, вот, когда состоялось собрание, это, по-моему, 12 сентября 2013 года, когда я первый раз сюда пришел, то тогда и встал вопрос, что... Общее собрание. Ну, это, скажем так, сложно назвать общее. Это было собрание непонятно кого, непонятно как. Вот тоже. Да. Непонятно кого, непонятно как, которые хотели себя провозгласить как собрание уполномоченных. То есть, я понимаю, это собрание, про которое идет речь, это была попытка легализации себя? Нет, 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 это, давайте так, это было всегда здесь так. То есть, в чем вот... Я еще раз вас перебью. А вообще, вот, общее собрание кооператива были, в принципе? Давайте мы к этому подойдем чуть позже. Почему? Потому что вот нынешняя проблема нашей страны в целом, а наша проблема кооператива, они, в принципе, идентичны. В чем они идентичны? Что активное меньшинство подминает под себя большинство. Вот активное меньшинство подминает под себя большинство. Собралась кучка людей, группа людей. Сложно сказать, то ли им нечего делать. То ли они получают от этого удовольствие, то ли еще что-то. Которые сюда ходили регулярно, на посиделки. Им нравилось на этих посиделках поговорить, подписать какие-то бумаги. И звали они себя уполномоченные. И все было бы хорошо. Почему? Потому что... Уполномоченные кем? Вот это давайте по порядочку. Давайте по порядочку. Шевчук покойный Анатолий Васильевич. Он выбрал такой способ руководства. Когда подобрал себе определенное большинство. Назначил их уполномоченными. И они всегда голосовали так, как ему надо. Вот был создан такой институт уполномоченных. Сразу забегу вперед, что на последнем собрании один из свидетелей говорит, я уполномоченный. Ему говорит, а кто вас уполномочил? Он говорит, как кто? Шевчук. Шевчук уполномочил. И вот фактически то, что здесь было, это уполномоченный Шевчуком. В определенный момент времени между Шевчуком и Бойко пробежала кошка. И вот эти вот Семенюк и Пруткий, они сумели убедить Шевчука избавиться от Бойко. И если вы смотрели вот это видео собрание, то там четко видно, что Шевчук поддерживает это собрание, которое было направлено на то, чтобы исключить Бойко. И вот когда мы собрались на это собрание, то первое, что я задал вопрос, я сказал, давайте теперь установим, кто мы такие здесь присутствующие. Мне сразу задают вопрос, кто ты такой? Я говорю, кто я такой? Пожалуйста, вот у меня есть доверенность от Бойко на участие в собрании. Вот у меня есть доверенность от моей жены на участие в собрании. Вот у меня есть доверенность еще от одного. То есть я представляю, грубо говоря, трех членов кооператива. А член кооператива, согласно уставу, имеет право присутствовать на любых собраниях. Говорю, а вы кто такие? Вот вы здесь собрались, а вы кто такие? Прежде чем проводить собрание, давайте установим кворум. Вот кворум, простой кворум. А для установления кворума, первое, вы говорите, вы уполномоченные? Хорошо. Дайте, пожалуйста, реестр. От кого? Кто? Как уполномочен? Почему? Потому что общее собрание должно быть 50 плюс 1, а уполномоченные 2 трети. Вот говорю, если вы уполномоченные, как посчитать 2 трети? Ну, давайте реестр, нету. Давайте доверенности, что вы уполномоченные, нету. Я говорю, ну тогда вас уполномоченными назвать невозможно. Давайте будем устанавливать кворум, как для общего собрания. Если здесь 1093 бокса, а вас 20 человек, то о чем мы говорим? Вот о чем мы говорим? Ну, вот так, в принципе, и закончилось, что они себе протокол оформили, сборы уполномоченных, но ничего принять не смогли. И, в принципе, с этого началась эпопея. Эпопея началась с чего? Что встал вопрос, а как же жить дальше? Вот как жить дальше? Есть юридическое лицо. Высшим органом управления этого юридического лица считаются общее собрание. А как его провести? Как провести общее собрание? Сколько собраний было вообще? Я же вам по хронологии говорю, сколько было собраний, я не знал. Вот я не знал. У меня стояла задача легимитизировать хоть что-то, хоть как-то. Вот что-то, хоть как-то. Ну, давайте, пойдем. Тогда работала регистрационная служба для юридических лиц отдельно. Это было отделовой администрации. Мы пошли в регистрационную, этот отдел регистрационный и взяли вытек про юрлицо. Читаем. Кооператив, члены кооператива Шевчук и 1083 особы. Как нам известить 1083 особы? Кого? Без фамилий. Без фамилий, без ничего. Вот выйти на крышу и кричать, у нас собирается общее собрание, приходите или еще что-то. Как легимитизировать? Что сделать? А вы не поинтересовались, почему именно в таком виде был зарегистрирован кооператив? Поясняю, в чем проблема. Что для, опять-таки, акционерных обществ, хозяйственных обществ, для частных предприятий, законом было установлено обязательное условие внесения в реестр учредителей и членов. То есть, по большому счету, в хозяйственных обществах, в предприятиях должны быть внесены члены в устав, перечень членов. А для кооперативов это не обязательно. Это на тот момент было 1083, мы сказали, да, человек? Ну, количество членов кооператива по логике вещей изменяется, меняется. А вы теперь смотрите, что получается, что кто-то продает, кто-то покупает. И для каждого, кто покупает, приобретает, должна пройти тоже процедура. Но процедура должна пройти, как я вам уже сказал, и по старому закону, и по новому закону. Решение о принятии в члены принимает общее собрание. Общее собрание. Согласна, брат, пола. Ну, протокол, это оформление общего собрания. Это, так сказать, документальное, как это сказать, оформление решения. Но в любом случае, решение-то должно быть принято. А для принятия решения должна быть правомощность. А правомощность наступает от кворума. 50 плюс 1, говорит закон. И вот встает вопрос. А как установить кворум 50 плюс 1? Кого считать членом, а кого не считать? Закон говорит, что посвечене. Ну, давайте, пойдем в ваше деловодство. Говорим, а есть ли у вас посвечения? Нету. Нету. Ни одного посвечения нету. Как быть? Беру устав, читаю. А в уставе написано, что за основниками кооператива и перечислено 5 лиц. Все. Есть 5 лиц, которые можно хоть как-то отследить. Хоть где-то, хоть как-то отследить. И я тогда предлагаю, говорю, давайте проведем собрание с учредителями. И поставим вопрос, что провести ревизию и установить. Кто выполнил условия для членства, кто не выполнил. Кто продал, кто купил, чтобы четко установить кто, что и как. Кто эти 5 учредителей? Бойко, Зарудно, Шевчук, Кивало и еще кто-то там был. Ну, каждому направили извещение. Пригласили нотариуса. Засвидетельствовали нотариусом присутствие лиц на этом собрании. Нотариально заверили этот протокол. Потому что предполагал, что найдутся люди, которые так или иначе будут ставить это все под сомнение. Ну, Шевчук и Зарудный на тот момент были как бы в оппозиции. То есть они на собрание пришли, но регистрироваться не стали, принимать участие не стали. Но было 3 человека, достаточно к воруму, мы провели это собрание. И приняли только одно решение. Провести ревизию и установить, кто является членом, а кто членом не является. Для чего? Для того, чтобы хоть как-то потом на будущее легиметизировать эту деятельность. Вывесили объявление, что всем, кто считает себя членом кооператива, то есть всем, кто считает себя членом кооператива, предоставить в бухгалтерию доказательства своего членства. То есть? То есть, ну опять-таки, мы берем водораздел 2003 год. И перечислили. Подавал, не подавал заявление. Принимали решение, не принимали решение. Уплатил, не уплатил вступной. Уплатил, не уплатил поевой. И доказательства того, что общее собрание приняло решение о принятии в члены. Никто из 1083, в том числе ни Макуха, ни Семенюк, ни Пруткой, не пришли и никаким образом не предоставили никаких доказательств. Может, у них просто не было этих документов? Как сегодня говорит Макуха, что я считал себя членом с 1997 года и считал, что меня это не касается. То есть, изначально он себя от этого дела отодвинул. Коператив в каком году был зарегистрирован? 5 июня 1997 года. А вот теперь давайте так. Смотрите, как бы это правильно сказать. В одном хорошем фильме было сказано, что договор это является непротивление сторон. То есть, и спорность правоотношений возникает только тогда, когда стороны не соглашаются. А до того момента, когда все соглашались, то все считали, что так и должно быть. Вот все считали, так оно и должно быть. И как только кто-то один начинает не соглашаться, тогда возникает спор. И когда возникает спор, тогда начинают разбираться, так называемая причина возникновения спора. И тогда начинают выяснять, а кто ты такой, а кто ты такой, а кто ты такой. И вот именно возникла такая причина, что когда собрались люди и попытались принимать решение, и задали вопрос, а если вы хотите принимать решение, то имеете вы на это право или не имеете вы на это право? И вот стали выяснять, стали смотреть, что же происходит в кооперативе. Смотрим, что каждый, каждый, кто имеет гаражный бокс Ну, скажем так, есть категория людей, которые первоначальные Вот первоначальные не купили, а которые первоначально То есть они пришли и уплатили вступительный взнос Каждому из них выдали корешок от приходного кассового ордера В котором написали вступный внесок То есть вступительный взнос был определен как эквивалент 750 долларам Кто платил раньше, у того в гривнах меньше Кто платил позже, у того в гривнах больше На основании этого в кооперативе здесь дали как бы направление В подрядную организацию Что вы пойдите заплатите подрядной организации за строительные работы Они там дают документ, что вы все оплатили и все И заключается договор эксплуатации И в общем-то все так и было Все так и было, все было хорошо Но я долгое время, еще наверное где-то с года с 2008 Столкнулся с проблемой Регистрация права собственности На вновь созданный объект недвижимости То есть в чем у нас была проблема Что гражданский кодекс у нас приняли в 2004 Он начал работать с 1 января 2004 года А закон, который четко прописал Как регистрируются объекты недвижимости Он фактически у нас заработал с 1 января 2012 года До этого момента была длительная борьба Между министерством юстиции И органами местного самоуправления Почему? Потому что если вы вспомните То право собственности регистрировали БТИ Если вы киевлянин, то вам известна такая фамилия как Синчук Который контролировал киевское БТИ И вот между Синчуком и министерством юстиции Постоянно шла борьба Кто есть кто в регистрации права собственности И вот киевская городадминистрация писала свою инструкцию Как регистрируется право собственности Министерство юстиции писало свою инструкцию Они долго боролись, боролись, боролись В определенный момент министерство юстиции победило Создало регистрационную службу Прописали закон А потом победил все-таки Синчук Он забрал эти регистрационные полномочия по закону У министерства юстиции Но проблема не в этом Проблема в том Что всегда считалось Что является Правоустанавливающим документом Для регистрации И вот поясню В чем проблема То есть у нас для возникновения права собственности В любом И на объекты недвижимости И на недвижимости Есть два способа Первичный способ То есть это грубо говоря Когда объект собственности рождается И производный То есть когда право собственности Переходит от одного к другому От одного к другому На основании там Правочинов называются Правоустанавливающих действий И так далее И вот законом О собственности Который с 90-го года Или 92-го года На Украине был И гражданским кодексом Предусматривалась Такая как Для членов кооперативов Для членов кооперативов Возникновение права собственности То есть как Вот точно как сказать Если ты сам что-то строишь Ну грубо говоря Вот я имею свою землю Я индивидуально себе строю Я вот индивидуально Построил себе дом У меня возникает Право собственности В первичный способ Как? Долгое-долгое время Эти правоотношения Не были урегулированы Никаким образом И Киевская городадминистрация Прописала инструкцию По которому Управление коммунальной собственности Выдавало свидетельство На право собственности На основании этого Свидетельства права собственности БТИ его потом регистрировало В Киеве В индивидуальном порядке Получить разрешение на строительство Это была Это такая коррупционная была сфера Что пройти круги ада Для того чтобы получить И вот Все таки ж знаете как Жилищные кооперативы Гаражные кооперативы Власть имущие посчитали Что Ну как это бы Скажем Проблемы плебеев Их не сильно интересуют И поэтому они закрыли глаза На это дело И сказали так Вот принесите справку Что вы выплатили пай А это в кодексе записано Что член кооператива Получает право В том случае Если он полностью выплатил пай Вот вы принесите справку И будем регистрировать И вот тут возникает коллизия Которая еще будет Исследоваться много-много-много-много-много раз В чем она проблема Что по закону Гараж Гараж Должен стать сначала Поевым фондом кооператива То есть Кооператив должен Заплатить деньги Подрядной организации Принять это в эксплуатацию Как свое И распределить В пользование Между членами кооператива Об этом Обо всем Хорошо написано В художественном фильме Гараж Если вы все помните Эльдара Рязанова То есть Вот там Классическая схема То есть Все вносят деньги Строят А потом распределяют Кому Какой Кому 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 Какой Ну в советское время Пережили И решили От этого избавиться А законом Не пересмотрели И получается Что каждый Оплатил строительство Индивидуально Подрядной организации А как теперь Оформить право Собственности На этот гараж Ну и В том же самом Управлении Коммунальное Жилищное управление Говорит Ладно Принесите только справку Что вы уплатили По его Взнос И Ну вот так Вот так мы регистрируем И все Вот И все И становится вопрос То есть Тот же самый Макуха Вот мы Исследуем его Почему Потому что Все его правоотношения В суде И на нем Мы так сказать Как на кошках Тренируемся Как это должно быть Вот он Ему выдается справка В справке Делаются Две интересных записи Первая запись Что он Уплатил Свой Поевой Взнос И указывается Вступительный То есть Макуха Уплатил Вступительный Взнос 23 апреля 98 года В размере 1500 гривен По приходному Кассовому ордеру Написано Что он Уплатил Вступительный Взнос А потом Подписывает Тот же самый Бойко В 2008 году Справку Макухи Что он Уплатил Поевой Взнос 1500 гривен 23 апреля 98 года И вот На сегодняшний день Становится Разбирательство Мы задаем Макухе Вопрос Он на него Уже ответил Но если вы будете С ним беседовать Задайте ему вопрос Как считать Эту сумму Вступительным Взносом Или Поевым Взносом Вот ему Выдают справку Что это Поевой Взнос И пишут Что балансовая стоимость Гаражного бокса 16500 гривен На основании Этой справки Он регистрирует Право собственности И сейчас Макуха Это Балансовая стоимость Где может быть Если этот гараж Не стоит на балансе Их в конечном итоге Их в конечном итоге Приняли в эксплуатацию 16500 гривен Это была Проектная стоимость Подрядной организации То есть Это было зафиксировано Подрядная организация Да Да На основании Этой проектной стоимости В БТИ Провели определенную оценку И вот БТИ Определила Оценочную Балансовую стоимость Этого гаража 16500 гривен Но Что интересно Опять таки Когда дети сидят Играют в песочнице Они считают Что они играют правильно Никто не вмешивается И так оно и есть И вот Поры до времени Здесь в кооперативе Тоже играли Играли Считали все это правильно Никто не вмешивался И Что написали В этой справке То есть В правом верхнем углу Написано Что Довидка Выдано Макуси Владимиру Маколаевичу Вин Е Членом Автогаражного Кооператива Сгидно Сборев Уповноваженных Протокол номер Один Вит 2 Вит 2 Звертаем Увагу Вит 27 05 1997 Руку Кооператив Зарегистрирован Зарегистрирован 5 Июня А он Член Кооператива Сгидно Сборов Уповноваженных От 27 Травня То есть За 5 Плюс 6 За 11 Дней До Рождения Кооператива Он стал Членом И вот Они Этим Сейчас Так сказать И прикрываются Ну Хотелось бы Если можно Отдельно Поговорить С вами О том Как суды Это творили Беспредел Конкретно Беспредел Но Это Нужно Отдельно Этому Посвящать Тему И Обращаться К судьям Может быть У них Найдется Смелость И по этому Поводу Конкретно Сказать Как это Так Но Суды Пишут В решениях Что Макуха Е членом Кооператива Сгидно Довидки Сгидно Довидки Ну Довидка Выдано За 5 Дней До Федерации В которой Написано Что он Стал Справка Выдано В 2008 Году А написано Что Макуха Стал членом За 5 Дней До Возникновения Кооператива За 11 Дней До Возникновения Кооператива Ну Ладно Давайте Будем Говорить Об этом Ну Хорошо Допустим Что Макуха Так и сяк И прочее Пятое Десятое Но Справка Не дает Право Участия В общем Собрании Не дает Вот На сегодняшний День То есть Как выйти Из этой Коллизии Закон Говорит Что Кооператив Должен Вести Реестр Своих Членов Раз Кооператив Должен Выдать Посвящение И вот У нас Была Попытка Со стороны Этих Людей У меня Есть Видеозаписи Просто Меня Не предупредили Я вам Потом Их Дам Попытка Проведения Двух Таких Собраний Вот Они Вывешивают Объявления Наши Оппоненты Что Тогда Тогда Будет Проводиться Собрание Просим Всех Прийти Я говорю Хорошо Давайте Готовиться Давайте Прошиваем Тетрадь Реестр То есть Для начала Давайте Все Кто Пришел Зарегистрируемся Зарегистрируемся Чтобы Посчитать Сколько Человек Пришло Не просто Там Пришли Покричали Что-то Подписали Оставим Какие-то Следы О собрании Документальные Следы И вот Приходит Инициативная Группа Мы говорим Давайте Чтобы Не было Никаких Вопросов Тетрадка Прошита Заклеена Ставьте Свои Подписи Что вы Засвидетельствовали Что это Заклеено Чтобы вы Потом Не говорили Теперь Открываем Сначала И давайте Регистрировать Присутствующих Нет Мы этого Делать Не будем Почему Потому что Они понимают Что это Останутся Следы Говорю Все Кто Хочет Принимать Участие В собрании Я прошу Обращение То есть Получается За все Время Существования Кооператива До начала Этой Истории Никаких Официальных Следов Подтверждающих Легитимность Каждого Кооператива Нет И вот Мы говорим Что Каждый Кто хочет Принять Участие В собрании Подходите Регистрируйтесь А для этого Покажите Пожалуйста Удостоверение Члена Кооператива Удостоверение Члена Кооператива Нету Ни у кого Вот Нету Ни у кого И вот Мы возвращаемся К тому Что Провели Ревизию И что Мы установили Мы установили Что Каждый Член Каждый Владелец Гаражного Бокса Уплатил Только Вступительный Взнос Только Вступительный Взнос Этот Его Вступительный Взнос Был Ему Зачислен Как Паевой А я Объяснил Для того Чтобы Зарегистрировать Право Собственности В бутыли Это чисто Автоматически Это По желанию Каждого Кто хотел Зарегистрировать Право Собственности Получается Так Либо Ты не Регистрируешь Право Собственности На гараж Никак И не Можешь Его Ни Продать Ни Заложить Ничего Либо Ты берешь Эту справку И идешь И регистрируешь И получается Что Каждый Кто Взял Эту Справку Он Согласился С тем Что Его Вступительный Взнос Был Зачислен В Появии Каждый Согласился В том числе Согласился И Макуха И вот Исходя Из этого А по идее Должны были Отдельно Загладить Вступительный Смотрите Не 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 Давайте так До 2003 года Закон Советского Союза Четко Не регламентировал Это понятие Как должны Вот он Не регламентировал Четко Как должны Но был Отдельно Вступительный Отдельно Смотрите Закон Упоминал Косвенно Упоминал Косвенно Такие Фонды Которые Формируются Из Вступительных Взносов Которые Формируются Из Паевых Взносов Понимаете Он косвенно Упоминал Потом Дальше Он говорил Так Что Паевой Фонд Кооператива Формируется Из Паевых Взносов Вступительные Взносы Расходуются Туда Туда То есть Закон Предполагал Что Такие Взносы Есть Закон Украины О Собственности Говорил О чем После полной Уплаты Паевого Взноса Опять таки Косвенное Упоминание А вот Новый Закон Говорит Дайте Мне Паузу И вот Старый Закон Это говорил Как Косвенно Но В любом Случа Закон Говорил Что Решение О принятии Принимает Общее Собрание А Новый Закон Прописал Процедуру Прописал Процедуру По которой Что Членом Кооператива Является Тот Кто Подал Заявление Уплатил Вступительный Взнос Внес Поевой Кооператив Обязан Вести Реестр И выдать Посвящение И дальше Указывает Что решение О принятии Принимает Общее Собрание То есть Законом Установлена Процедура И вот У нас Опять таки Водораздел Кто До И кто После Вот Тем Кто Считал Себя До Надо было Принести Решение Общего Собрания Тем Кто После Тем Кто После Тем Кто После Надо Было Доказать Но Если Нету Решение Общего Собрания Если Нету Посвичения Как Быть Вот Как Быть И мы Тогда Людям Сказали Что Ну Не Сказали А Мы Приняли Решение Что Если Вы Уже Получили Эти Справки В Которых Написали Что Ваш Вступительный взрос зачислен как паевой, если вы с этим согласились, и если уже, дай бог, сколько лет вы это не оспаривали, то мы опять открываем закон и читаем, что членом кооператива с правом этого ухвального, решающего голоса является тот, кто уплатил вступительный и паевый, а членом, ассоциированным членом с правом дорадчивого, то есть совещательного голоса является тот, кто внес только лишь паевой взнос. Вот мы считаем. Получилось, есть две категории владельцев гаражных боксов. Те, которые внесли только один взнос, и есть группа людей, которые внесли много, 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 много раз. Во-первых, есть категория людей, которые все внесли по 750, эквивалент 750, и есть, которые потом вносили, то есть на что вносили? Когда это только-только-только начиналось, а если вы хотя бы выйдете за край кооператива, вы увидите, что уровень, нулевой уровень земли села Троищино где-то метров на 6-7 ниже. То есть вот эти 6-7 метров засыпали песком. Это первое серьезное капиталовложение. Еще, как говорится, не нашлось достаточное количество людей, которые внесли бы по 750 этих единиц. Но это уже все отсыпалось. Это первое. Второе. Были же люди, которые все это бегали, которые на это тратили время, им платилась зарплата. Возникли налоги, надо было платить налоги. Возникла потребность заказа проекта. На все это тратилось, все это платилось. И попросили ныне покойного уже Шевчука. Шевчук поднял документы, в которых показал кто, что, чего, сколько. Посчитали все средства. Сколько, чего, как. Вот есть капиталовложение. Это подрядная организация, ТЭЦ-6, подписала акты, и мы посчитали. Ага, вот столько-то, столько-то денег. Посчитали все по 750 УЕ. И получилось, что если взять все 750 УЕ и закрыть завоз песка, то это трансформатор, то это оно перекрывается. И мы посчитали, что вот этими средствами мы формируем паевой фонд. Паевой фонд в виде капиталовложений. То есть, это как основные средства. Это песок, это дороги, это столбы, это электричество, коммуникация, проект, сдача в эксплуатацию и так далее. Вот это паевой фонд. Грубо говоря, всем членам кооператива на паевых основаниях принадлежат объекты общего пользования. Во-первых, дороги, электричество, канализация, и вот это вот. А бойки, зарудные, шевчуки, они отдельно построили административное здание, подстроили техстанцию. И мы посчитали, что то, что по 750 УЕ это создали паевой фонд, а то, что свыше 750 УЕ это как вступительные взносы, посчитали, и получилось, что там при определенном перераспределении 12 человек. Скажу сразу честно, я преследовал ту цель, чтобы создать орган управления мобильный, который можно было бы собрать всегда, в любое время, в любом месте для принятия решений. Собрать общее собрание с кворумом 547 человек невозможно, нереально. И для принятия оперативных решений то ли поменять голову кооператива, то ли поменять подпись в банке, то ли подписать какой-либо договор. Но это надо делать оперативно. С таким колхозом этого сделать невозможно. И поэтому лично я считал, что если мы создадим орган управления минимальный, это будет во благо всем. И вот посмотрите, прошло 6 лет, 4 года с того момента, как мы приняли такое решение и обжаловал это решение исключительно один макуха. Один макуха. Значит, получается, что из 1083 гаражных боксов этим недоволен оказался только один человек. То есть, если посчитать процент, то это 0,01%. Обжаловал в каком виде? Ну, недоволен. Пошел в суд. Пошел в суд обжаловать. Получается, что для 99,999 мы сделали хорошо, а 0,01% оказалось недовольно. Я считаю, что мы поступили правильно. Если вы посмотрите сравнительную табличку по затратам на кооперативы и по достижениям, то этот кооператив в лучшем положении. Если вы откроете объявление о продаже гаражных боксов в данном кооперативе, во-первых, они дороже, чем где бы то ни было, но первое, что пишут все, кто желает продать, они пишут лучший в Киеве автогаражный кооператив. Поэтому я делаю простой вывод, что то, что мы сделали, это реально хорошо. А то, что одна сотая процента недовольна, так это я расцениваю только лишь то, что кто-то захотел отобрать имущество у Бойко в виде его доли в административном здании и в виде его доли хотят отобрать все. Но это как бы против Бойко, но на Бойко этот эксперимент как проводится, а отбирать будут у всех владельцев этого здания. Давайте к этим кто-то и вернемся. Как они предполагали это осуществить? Они, сразу скажу, Макухиными словами. Макуха говорит, я являюсь совладельцем этих зданий. Я, как член кооператива, вносил 750 условных единиц, и эти здания построены на мои же 750 условных единиц. Это правда? Давайте так, вот когда это все началось, то есть впервые, скажем так, когда вот это стихийное общее собрание было, я увидел инициаторов, которые стояли за спинами у этих людей. Я подошел к ним. Ну давайте, я потом понял, что это не инициаторы, они просто привлекли на свою сторону людей. Это адвокат Никончук Владимир Васильевич, если вы с ним побеседуете, я думаю, это будет интересно. Вот он взял это все в свои руки, я посмотрел, что это действительно человек, с которым можно разговаривать. Я говорю, давайте так, давайте сядем и будем разговаривать. То есть скажите конкретно, что вы хотите? Они говорят, мы считаем, что мы являемся совладельцами этих зданий. Я говорю, давайте поступим очень просто. Давайте посчитаем, давайте просто посчитаем, давайте проведем экспертизу. Сколько стоит завезенный песок, сколько стоит построить дороги, сколько стоит построить столбы, канализации, электричество и так далее, пятое, десятое. И просто посчитаем, а сколько же всего этих по 750 долларов? Они говорят, вот у нас 1083 гаражных бокса, по 750 долларов это миллион долларов. На миллион долларов мы полки его могли бы построить и так далее. Забегу чуть-чуть вперед. Тот же самый Макуха говорит, а на каком основании вот эту землю, что они говорят, что первоначально, эта земля отводилась под гаражи. Если бы там были гаражи, то с этих мест платили бы членских взносов больше, и может быть мы вообще бы бесплатно здесь бы... Я говорю, ну ребята, давайте же вы посчитайте, сколько могло быть гаражей вместо административного здания, сколько могло быть гаражей вместо ИСТО, посчитали, там 25 гаражей. Говорю, вот с 25 гаражей у вас было бы еще 25 членских взносов. А сколько платит это админздание, если... Оказывается, больше техстанции админздания, этот аргумент их отпал. Тогда они не говорят, так мы же сами могли бы тогда взять и построить там тоже самое админздание, сдавать в аренду и жить хорошо. Я говорю, Владимир Николаевич, скажите, пожалуйста, а вы лично хоть когда-нибудь в жизни проявляли инициативу, пойти и взять пять гектаров земли себе под строительство гаражного кооператива. Вот земля рядом пустая, пойдите, возьмите и строите себе кооператив. Так это же невозможно. Я говорю, ага, если вы считаете, что это невозможно. Вы можете предположить, сколько это стоило интеллектуальных способностей, сил и средств для тех людей, которые это продвинули, сделали, пробегали, чтобы это все состоялось. Почему вы это не сделали? Потому что это невозможно. Вот садимся мы за стол переговоров, они говорят, мы считаем, что мы совладельцы. Я говорю, ну ребята, ну давайте все посчитаем. И посчитайте плюс ко всему, а сколько стоит ради интереса получить эту землю. Вот вы ради интереса попробуйте подайте в Киевсовет ходатайство на выделение земли. Вот ради интереса возьмите и попробуйте. И посчитайте сколько вам будет стоить получить решение Киеврады. Они говорят, вы что, хотите сказать, что вы платили взятки? Я говорю, хочу сказать да, да. Я не скажу конкретно, что платили взятки, но я хочу сказать, что это стоило, это стоило столько, сколько не стоит этот кооператив. Вот этот кооператив, вы, если человек реально живущий в Киеве, попробуйте посчитать, если бы сейчас кому-то бы предложить эти пять гектаров земли. Вот если бы сейчас в Киеве, где реально есть все коммуникации, где реально есть потребность, ведь, опять-таки, чуть-чуть отвлекусь, сегодняшняя политика общемировая, это создание агломерации, то есть создаются агломерации, уже есть решение, такой проект решения, чтобы в киевскую агломерацию втянуть все города в радиусе 100 километров. Это Киевсовет будет принимать решение выделения земли в радиусе 100 километров. И по большому счету жители с Украины бегут в эти агломерации. На Украине предполагается создание пяти-шести агломераций. По сути, все маленькие города, все маленькие поселения перебегут в большие города. Спрос на жилье здесь будет возрастать. И вот сегодня пять гектаров земли. Пять гектаров земли. Пойдите и попробуйте взять. Они просто хотят вы мне задали вопрос и я тоже начинаю предполагать что вполне возможно кто-то замахивается и на землю. Почему? Потому что земля уже в постоянном пользовании. Взять перепрофилировать эту землю уже не сложно. Даже если сохранить эти гаражи вот даже если их сохранить а надстроить еще два-три уровня торгового комплекса это не проблема. Пусть будут первый, второй, третий уровень гаражей а выше будет большой торговый центр. Проблем никаких. То есть проблем нету никаких. И если кто-то возьмет руководство этого кооператива в руки и это сделает а активное меньшинство руководит большинством то так оно и будет. Это огромные будут деньги. Но об этом можно говорить отдельно. И вот скажем так знаете есть хороший фильм говорит ты суслика видишь говорит нет не вижу а он есть. То есть вот мы не видим того кто это инициирует а наверняка этот человек который это инициирует есть. Почему? он потому что не самому макухи я так понимаю это не надо не самому синяку и семянку не самому пруткому это не надо но у меня есть такое предположение что они аванс за это все получили а результат не сделали и теперь они так сказать получают пинки и ходят это все продолжают делать поэтому я предполагаю что этот человек есть который в этом во всем заинтересован ну рано или поздно мы о нем узнаем как герои про которых упоминалось выше видят отъем кооператива у нынешних его владельцев значит смотрите я постоянно то есть все время им задаю один и тот же вопрос на каких условиях вы согласны помириться вот кому это нужно зачем кому и как в определенный момент времени я пришел когда я хотел знаете как говорится ты видишь суслика увидеть суслика хотел бы это или скажем там девятую планету солнечной системы никто не видел но ее вычислили и вот я пытался вычислить этого человека и задаю простой вопрос скажите пожалуйста скажите честно и откровенно что вы хотите вы хотите денег скажите сколько или единоразово или должность вам какую-то чтобы я не знаю что вам давайте введем какую-то должность на которой вы будете получать деньги вам надо место где вы будете постоянно собираться давайте мы решим этот вопрос вот у нас есть бильярд вот у нас можно то вот можно другое пожалуйста собирайтесь решайте но только скажите конкретно скажите конкретно чтобы мы могли иметь ну не мы а бойко тоже мог бы вот те кто имеет собственность могли иметь гарантии что этого всего не произойдет отъема и так далее пятое-десятое долгое время они не говорили и вдруг однажды они сказали такую вещь давайте мы вернем в то состояние когда были наши собрания уполномоченных то есть это вот к тому моменту который вы видели и вот здесь проглядывается простая картина они хотят вернуться в то состояние когда они принимали решение ну я им сказал так говорю вот вы сейчас оспариваете нашу нелегитимность но соберите хотя бы один раз общее собрание утвердите этих уполномоченных изберитесь уполномоченными докажите что вы это можете и пожалуйста сделайте это но если вы хотите просто вернуться в тот период когда вас никто не уполномачивал а вы собираетесь и принимаете решение то но это же то же самое что вы ставите под сомнение нас вы хотите вернуться в такое же нелегитимное положение поэтому я предполагаю что они хотят первое это заменить бойко то есть внести данные в реестр а у руководителей принять решение своими сборами уполномоченных и точно так же заблокировать всем остальным что если кто-то будет приходить и доказывать они будут говорить а вы соберите общее собрание вот вы соберите общее собрание вот для того чтобы сказать что мы нелегитимны соберите свое общее собрание то есть вот такой механизм то есть опять-таки активное меньшинство примет решение скажем провести реконструкцию пятое-десятое а оспорить их решение уже не сможет никто почему потому что если допустим я пойду в суд то точно так же зададут вопрос а ты кто такой ну допустим я-то уже знаю а вот основная то есть 99% всех других которые пойдут в суд им скажут ребята а где ваши заявления о приеме в член кооператива а где по поводу вас решения 547 человек и таким образом отсечь от принятия решения всех остальных то есть они хотят взять управление кооперативом себе в руки и отсечь основную массу то есть если мы сделали аналогичную картину и видим что 99 и 999 процентов этим не возмущаются то они хотят это взять и провернуть свое дело чтобы потом никто не мог оспорить а ну я предполагал что это заинтересованность в этой недвижимости может быть кто-то положил глаз и на землю ну а кто мешает сегодня действующему руководству снять актовый зал большой собрать всех собственников тысячу там сто девяносто трех этих гаражей провести расширенное полное собрание всех участников кооператива Радоси поставить точки все над и закончить эту ну давайте так скажу честно и откровенно первый кто мешает это я почему еще раз хочу сказать что имея здесь гаражный бокс я хотел бы чтобы эта ситуация не менялась если сделать так как говорите вы хотя бы один раз то все равно появится уполномоченные все равно не появится разве вы уставе кооператива закон предусматривает уполномоченных если хотя бы один раз общее собрание примет положение об уполномоченных то появится механизм узурпации власти то есть собрать один раз собрание можно а вот для того чтобы ни второй ни третий ни четвертый раз общее собрание не собралось то это уже не проблема то есть те уполномоченные которые возьмут власть в свои руки они на будущее сделают все чтобы следующего общего собрания уже не было бы никогда уже бы не было бы никогда и тогда эти уполномоченные тогда эти уполномоченные с легкостью продадут с потрохами этот кооператив. Ведь, знаете, у американцев есть такая поговорка, что хорошо General Motors, то хорошо американцам. Правильно? Хорошо. И вот я применительно к нашему кооперативу хочу сказать, что что хорошо владельцам административного здания и СТО, то хорошо всем гаражным боксам. Но, как только власть возьмут уполномоченные, то они же рассудят просто, что мой гараж стоит столько-то. А если я приму решение и всех продам, я получу больше. Хорошо. Ваша точка зрения, план действий. То есть, как что предпринимать, чтобы наконец поставить точку в распрях и чтобы этот гаражный кооператив двигался в спокойном режиме. Мы своего достигли. Наш кооператив в интересах 99,999 движется в нужном направлении. И только лишь 0,001% нами недовольно. Мы достигли баланса интересов в интересах 99,999. А для 0,001% мы стараемся через суд показать, что они не правы.